К столетию со дня рождения Нины Луговской в Центре пропаганды изобразительного искусства открылась выставка памяти известной художницы и писательницы. В экспозицию вошло 46 произведений мастера. Большая часть картин представлена из фонда Ковровского историко-мемориального музея и областной научной библиотеки. Учитывая, что здесь очень много архивных материалов из фондов научной библиотеки, то эта выставка не просто художественная, а уже некая историка художественная выставка. Здесь можно посмотреть и старые довоенные фотографии, ее автографы, и записные книжки, и наброски. Нина Луговская родилась 25 декабря 1918 года в Москве. Творческой деятельностью начала заниматься еще в юности. Училась в художественной студии Серпухова. В 1937 году с родителями и двумя старшими сестрами Евгения и Ольга Нина Сергеевна была арестована по обвинению в контрреволюционной деятельности и приговорена к пяти годам лагерей. Отбывала срок на Колыме в северо-восточном исправительно-трудовом лагере. С 1957 года жила во Владимире. На тот момент, когда я с ней познакомилась, я тогда еще не знала ее вот эту тяжелую судьбу. И надо сказать, что она о ней даже не заикалась и не говорила. И когда Леонтьев с его аспирантами и студентами в архивах были найдены ее дневники, вы знаете, даже и сегодня я вот с полной уверенностью не могу как бы этих два человека соединить в одного. Нина Луговская известна не только изобразительным творчеством. Она является автором знаменитого антисталинского дневника под названием «Хочу жить» из дневника школьницы 1932-1937. Книга была опубликована уже после смерти писательницы в 2003 году. Впоследствии ее перевели на несколько иностранных языков. Я бы хотел отметить, что вот эти размышления советской школьницы 14-15-летней вот в этот период о многих таких философских вообще вещах о жизни, о смерти, о мести женщины, о свободе, о любви. То есть очень много там чего интересного она пишет абсолютно взрослым языком. На экспозиции есть и несколько работ мужа Нины Сергеевны, художника Виктора Темплина. Портрет художницы и пейзаж – полевые цветы. В стиле их работ очень похож, отмечают организаторы. Выставка картин в центре ИЗО продлится до 24 марта. Мария Котлярова, Статрикубов, Губерния, 33.